В Лабытнанках завершаются работы по капитальному ремонту трех многоквартирных домов в рамках региональной программы. Исполнитель контракта – управляющая компанией «Ямалстройсервис». На протяжении лета коммунальщики восстанавливали поврежденную кровлю трех домов. Пришло время принимать работу. Качество выполненного ремонта оценивает профильная комиссия, в состав которой вошли представители окружного фонда капремонтов, городского управления ЖКХ и, конечно, сами жильцы. Сегодня к ним присоединилась и наша съемочная группа «Репортаж Светланы Кель». Сейчас у нас на 24-м заказчик. Профильная комиссия полным составом вновь поднялась на крышу. Первым объектом приемки стал дом 24 по улице Гагарина. На протяжении долгих лет жильцам многоэтажки не давала покоя прохудившиеся кровля. Благодаря адресно-инвестиционной программе проблемы дома, не без участия управконторы и подрядной организации удалось решить. Крышу полностью перестелили, начиная от стяжки, заканчивая новым покрытием. Цена вопроса без малого 5 миллионов рублей. Качество ремонта на твердую пятерку оценил один из собственников жилья. «Хотелось бы, конечно, больше, чтобы вода, водоснабжение было нормальное. Тоже у нас вода, не сильно. На пятом этаже мы поменяли стояки сами по себе. Есть вода, а вот на кухне у нас еще проблемы. Надо выяснить, кто должен стояки менять, за чей счет и кто обязан эти стояки менять». «Вот сюда начнет крепить свою антенну и порвет все эти примыкания и деформирует. Грош цена». Теперь самое время разработать инструкцию для коммунальщиков и собственников жилья, как правильно пользоваться объектом после капитального ремонта. Но это не шутка. Идея находится на стадии обсуждения. «У нас очень многое зависит от жителей. Если жители бережно относятся к своему имуществу, имущество, естественно, служит долго. Вы возьмите любую свою вещь какую-то, если вы к ней бережно относитесь, естественно, она у вас прослужит долго. Если же вы ее не бережете, то она у вас выйдет из строя очень быстро. Так же и все остальное, так же и дом. Поэтому бережно относитесь к своему общему имуществу, и тогда она прослужит долго». Еще одним объектом приемки выполненных работ стал многоквартирный дом 44А по улице Держинского. Единственная деревяшка, попавшая в программу капремонта в этом году. Здесь работы также велись на кровли. Строителям заменили обрешетку, контробрешетку, произвели укладку парализационного слоя. Выбирая строительный материал, ставку делали на практичность. В качестве покрытия использовали металлочерепицу. «Металлочерепица, во-первых, намного, скажем так, практичнее в том плане, что шифер, также жители у нас любят лазить по крыше, устанавливать антенны. Он имеет свойство ломаться, и из-за этого в основном происходит затекание потом на чердачное перекрытие. А металлочерепица уже этого с ней не произойдет. И она довольно-таки по сроку службы намного дольше». На сегодняшний день уже сформирован список из трех домов счастливчиков, которые попали в программу капитального ремонта на будущий год. Определен и фронт работ, ремонт кровли, фасада и инженерных коммуникаций. «Со следующего года все виды капитального ремонта будут производиться на основании разработанной ранее проектно-сметной документации. И когда проектировщики выходят на обследование дома, для того, чтобы определить все дефекты, которые включить в проект, чтобы устранить эти замечания, мы активно просим и собственников участвовать, и управляющие компании, ТСЖ участвовать. Потому что лучше них никто не знает проблем того или иного дома. Помогать, подсказывать проектировщикам, чтобы включили все виды работы. И в дальнейшем этот капитальный ремонт позволил бы только радоваться жить безопасно в этом многоквартирном доме». На следующей неделе комиссионную проверку будут ждать на «Гагарина-40» в доме с уже отремонтированной крышей. После этого можно будет сказать, что сезон капремонтов в Лабытнангах завершен. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное».